Здравствуйте, дорогие друзья! Последние дни октября надо заносить Агапантус в дом. Думаю, сейчас мне его перевалить или весной. Проблема в том, что он как бы поднялся над грунтом, вместе с грунтом. Видимо, там корни наросли, и поливать уже в доме будет точно неудобно. Вода как бы стекает с этой горки. Но в зиму я его не поливаю, он у меня стоит в прохладном подвале. И зимой поливаю только, когда листья тургор теряют. Если посмотреть внутрь розетки, то там была одна розетка, а теперь вот как будто несколько макушек у растения. Прям из одной розетки выходит другая розетка, и так вот их несколько. Вон одна, вторая, третья. Вот кадры прошлого года. Я снимаю сразу после того, как пересадила его год назад. Смотрите, сколько места было в горшке. В моей климатической зоне может быть и минус 20 зимой. Но говорят, он растет в садах, и где температура зимой опускается до минус 5. Но ничего так, что вообще агапантус – это африканская лилия. Вот мне он вообще листьями напоминает кливию. Я принесла горшок побольше, и он не поливался последние дни, поэтому очень легко я его сейчас выну из горшка. Но красотень, красотень! Пересаживала в прошлом году. Вот кадры прошлогодней пересадки. Я когда увидела тогда такие корни, обалдела. Думаю, ну надо же, прям зигапиталум какой-то. Летом у меня горшок стоит в саду, и он глиняный. Поливаю при случае, конечно, каждый день, но если дома. И он все равно быстро просыхает. Вот в прошлом году садила, смотрите, сколько много места вокруг этого горшка. И все заросло. И вот возвращаемся в сегодня. Ну, интересно, а где земля-то? Вот только наверху. Вот эти корни-то и выталкивали землю. Смотрите, опять увеличиваю горшок. Уже намного на побольше, чтобы в следующем году не пересаживать. Растущие кончики, конечно, загляденье. На дно горшка клала большой камень. Вон он где внутри остался. То есть камень подняли сантиметра на три. Обещала подруге вот эту детку. А сейчас думаю, вот как я ее достану. Корни не хочется рушить. Не, наверное, не буду рисковать. Друзья, у кого есть гапантус, напишите, как вы его делили. И что бы вы сделали вот с этой деткой. Можно было ее отсадить или нет. Ну, как вот, как вот разрезать такие корни? Думя, рука не поднимется. Короче, земли мне очень много понадобилось на этот горшок. Вот еле донесла сюда поближе к шлангу, чтобы его помыть. Смыть насекомых, если такие есть. Смыть пыль, грязь. И это будет его последний хороший полив в этом году. Ну, и в новом горшке. Вот после того, как просохнет, горшок станет легче. И я его отнесу в подвал, поставлю на окно. Окно восточное, но подвал холодный. В прошлом году, даже при минимальном поливе в зимнее время, он все равно у меня рос. Ой, а где же орхочки? Орхочки дома, все занесла. А теперь из октября переместимся в конец июля. Вот он уже не в лучшем своем состоянии. К сожалению, я не смогла заснять его полное цветение несколько недель назад. Но цветение продолжалось с середины июня по где-то середину августа. Агапантус даже начал завязывать семенные коробочки. Но я, правда, потом цветоносы срезала. Вот такие они были мощные. Ножницами не смогла, ходила за секатором. А сегодня подумала, может, на следующий год попробую получить от него семена. Люди говорят, от посева семян до его цветения требуется 6 лет. Он 100% оправдывает свое название. Индигофрост. Синий мороз. Вот смотрю на фотках, он больше голубого цвета. Наверное, выращивают не на прямом солнце у меня, но на очень солнечном месте. Получает практически 10 часов прямых солнечных лучей. И эти кадры конец августа прошлого года. То есть цветение продолжалось 2 месяца. Почти все это время я отсутствовала. И лето было очень жарким. И поливался он маловато. Мне кажется, при лучшем поливе он свести будет дольше. Выпуская один цветонос за другим. Сегодня 26 октября. И ночью обещают плюс 1 всего. Все, нагулялся. Домой пора. Котлеи я занесла домой еще 2 недели назад. А цитрусовые дендробиумы оставались на улице при ночной до плюс 3. Но это же плюс 3. Не всю ночь такая температура. А только под утро пару-тройку часов. А так ночная плюс 5, плюс 7. Цитрусовые нормально. Вон сколько цветов навпускали. А лаймовое дерево в этом году завязала плоды. Я не нарадуюсь. Теперь лайм есть, соль есть. Осталось текилу купить. На этом все. Спасибо, друзья, что были со мной. О, еще плоды завязываются. Здоровья вам и здоровья вашим растениям. Пока-пока.